Бюджет района сложный и очень объемный документ, плод многомесячного труда целой команды высококлассных финансистов. Это не просто перечисление всех потребностей муниципалитета. Он готовится с учетом бюджетного послания и указов президента страны, поручений губернатора, главы и совета депутатов района. В 2019 году доходная часть муниципальной казны с учетом налоговых и неналоговых поступлений составит 11 миллиардов 650 миллионов рублей. Правда, сюда позднее добавится перечисление из бюджетов других уровней. Их объем еще предстоит уточнить. Расходы же превысят 12 миллиардов. Расходная часть сформирована на 2019 год в объеме 12 миллиардов 220 миллионов рублей. В том числе 5 миллиардов 429 миллионов рублей за счет средств бюджета района, 6 миллиардов 191 миллиона рублей за счет средств бюджета Московской области, 600 миллионов рублей за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджетных поселений. Из графика видно, что расходы за счет средств бюджета района в 2019 году запланированы с ростом к 2018 году в объеме 732 миллиона рублей. Участники слушаний проект бюджета поддержали. Выступавшие отметили сохранение социального вектора развития муниципалитета. 80% расходов в 2019 году будет направлено на решение именно социальных задач, объединенных в 16 целевых программ. Большая часть средств будет направлена в сферу образования. У нас самая большая сеть образовательных организаций. На реализацию муниципальной программы развития образования в Одинцовском районе в проекте бюджета района на 2019 год предусматривается сумма огромного. Вы сейчас ее видели на экране. Это более 60% расходов бюджета района. Нельзя не отметить, и это радует, что текущие расходы бюджета за счет средств бюджета района увеличились более чем на 200 миллионов рублей. Приоритетной задачей в сфере дошкольного образования остается ликвидация очередности в дошкольном образовательном учреждении детей от 1,5 до 3 лет. Решение этой задачи поспособствует открытию в 2019 году дошкольных образовательных учреждений в поселке Горьки-10. Начало строительства детского сада в Кубинке на 330 мест. Капитальный ремонт и открытие дошкольного образовательного учреждения в поселке Новый Городок. Проект бюджета был также поддержан депутатами и главами поселений. Скурпулезный анализ финансового документа, проведенный контрольной счетной палатой района, показал его полное соответствие действующему законодательству. Петр Горохов, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». И 2200...